Знамя Российской Федерации внести! Вот так с торжественной церемонии выноса флагов и гимна России стартовал муниципальный этап Всероссийской военно-патриотической игры «Зарница 2.0». В средней и старшем израстных группах состязались 14 команд из школ нашего городского округа. В начале 60-х годов игру придумала учительница из сельской школы Зоя Кротова. Традиционно «Зарница» начиналась с торжественного построения, а заканчивалась пионерским костром и песнями. Через несколько лет в игру уже играли миллионы советских детей. Она всегда была посвящена воспитанию патриотизма и обучению военным навыкам. И хотелось бы пожелать вам всем мужества, стойкости, товарищеской взаимовыручки, потому что только так становятся героями. Удачи всем вам, ребят, и победы! На игре присутствовали почетные гости. Эта игра возрождается вновь из того, что было в Советском Союзе. Да, при Советском Союзе все хорошее надо брать. Из этой «Зарницы» вышли очень многие знаменитые люди, солдаты, офицеры, генералы. И это пример для сегодняшних участников соревнований, которых, я так понял, более 100 человек. И это входит в понятие патриотического воспитания. Ребятам предстояло пройти состязание из трех блоков. Общевойсковая подготовка, тактическая игра на местности, творческий блок «Талисман добра». Каждый из них включал несколько заданий. Строевую подготовку, основы радиационной, химической и биологической защиты, оказание первой помощи и многие другие. Мы оцениваем этап оказания первой доврачебной помощи. Здесь самое главное, мы будем оценивать алгоритм действия при осмотре места происшествия, осмотр места самого пострадавшего, и также алгоритм действия по выполнению мероприятий в сердечно-легочной реанимации и ранений. К неполной сборке-разборке приступить. Несмотря на игривый позывной «Свеклка», девушка Виктория из военно-патриотического клуба «Каскад» выполняет весьма сложные мужские задачи. Нас учат собирать, разбирать магазины, одевать ОЗК, строевые подготовки. Мы ездим на Кавказ летом, полевые выходы в лес. Мы сейчас осуществляем и занимаемся альпинизмом. Ребята из юнормейского отряда «Каскад» – постоянные участники патриотических мероприятий, таких как девушки в погонах, слет часовых, уроки мужества и многих других. Целью этой игры является явление лучшей команды, которая будет представить городского круга Щелкова на областных соревнованиях. Подобная игра «Зорница» проводится впервые в городском круге Щелкова. В мае будет впервые в Щелку проведена областная военно-спортивная игра «Тропа разведчика». Победителями муниципального этапа «Зорницы» стали в средневозрастной категории команда «Отважный» из школы номер 3, а в старшей возрастной группе команда «Витязь» из школы номер 11 имени Титова. Анна Наприенко, Игорь Поляков, Щелковское телевидение.